Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 20 марта, и сегодня я сделаю материал по той теме, которую не планировал. Вернее, я уже делал материал на подобную тему, но сегодня утром ко мне прибежала моя соседка, говорит, Юр, ты можешь себе представить, мне надо кому-то высказаться, представляешь, моя родная сестра мне звонит и говорит, что, мол, так и так, ты не представляешь, какие вещи страшные творятся под Мариуполем. Говорят, а что там творится? Ну ты это знаешь, что творится, да? Вы знаете, всех людей, которые сейчас вывозят из Мариуполя россияне, они отправляют их в концентрационные лагеря, издеваются, пытают и с ними нет никакой связи. Эти люди в этих лагерях растворяются и дальше о них нет никаких известий. На что моя соседка говорит, да не может такого быть, это все ложь. Нет, вы там все зомбированы, вы не представляете, что там творится. Это рассказал реальный человек. И да, таки это действительно рассказал реальный человек. Два дня назад на своем ютуб-канале Дмитрий Гордон, именно он вбросил в информационное пространство Украины вот эту чушь и теперь ее распространяет по всем зомбоящикам, по всем социальным сетям Украины о том, что якобы это правда. Хотя эту самую правду придумал два дня назад человек, считающий себя журналистом, эту преступную ложь, за которую он рано или поздно обязательно понесет наказание. Причем для этих людей, которые сегодня защищают преступный режим в Киеве, это такая ложь, это норма. Помните историю, нашумевшую историю о разбомбленном роддоме, по которому нанесли удар российской ВКС? Об этом говорили все украинские СМИ. Об этом говорил президент Зеленский, обращаясь к лидерам международного сообщества. По факту оказалось, что уже давным-давно этот роддом был оборудован как укрепрайон ВСУ. И там во время удара погибло несколько десятков солдат и азовцев, и еще несколько десятков получили ранения. А тех двух-трех рожениц, о которых рассказывали по всему миру, оказалось по факту, что это местная актриса. И для того, чтобы изобразить массовость, потому что одна мало, а два хотя бы три, это нормально, она просто переодевала платье. И вот эту чудовищную чушь нес президент страны якобы о доказанных преступлениях. А сегодня, когда эта чушь вскрылась и стала ясна каждому нормальному человеку, они придумали новую, еще большую чудовищную ложь. Да, безусловно, можно сколько угодно улыбаться по поводу наивности тех людей, которые сегодня живут в Украине. Тем не менее, это все правда. Именно по этой причине они очень настороженно и враждебно относятся к тому, что сейчас происходит в их стране, потому что информационный поток тотально заточен на ложь. И вы знаете, именно в этом, в том числе, сегодня то, что происходит в Украине, очень сильно напоминает 1945 год в Германии, когда обанкротившийся фашистский режим тотально лгал для того, чтобы враглить свою огонь. Он придумал сказки о сотнях тысяч изнасилованных немок, об убитых детях, женщин и стариках, которых якобы расстреливают русские, которые наступают на Германию. Тем самым они призывали всех немцев убегать на запад и ни в коем случае не оставаться под российской оккупацией. А по факту оказалось, что все это ложь. Ложь настолько тотальная и дикая, что это действительно трудно укладывается в голове. А далее я еще хочу напомнить, что буквально в первые дни военной операции всем украинцам сказали, вы теперь кибервойска, лгите своим родственникам в России, лгите своим друзьям, знакомым в России, рассказывайте им любую ахинею. Главная задача сделать так, что ваша главная задача взорвать изнутри Россию и таким образом мы выиграем войну. Да, безусловно, он не говорит лгите, но он говорит распространяйте ту информацию, которая вам известна. А как мы убедились выше, ранее, информация, которая им известна, это тотальная ложь. Тотальная ложь, которая производится украинским агитпропом. Причем бесчеловечная, чудовищная ложь. И когда кто-то из ваших друзей и знакомых сегодня вам звонит из Украины и несет очередную ахинею, которая не налезает ни на кой глобус, вы на них не обижайтесь. Не пытайтесь их переубедить. Ко мне, к сожалению, очень часто обращаются с такой просьбой. Юрий, как их сейчас переубедить? Никак. Они сегодня находятся в ситуации 1945 года, организирующей фашистской Германии. Они верят в любую чушь, которую им рассказывают. Армию Венка, которая их спасет и деблокирует Берлин. О том, что русские солдаты убивают, насилуют и так далее. В любую чушь они будут под этим информационным куполом верить. На самом деле в этот информационный капкан попали десятки миллионов граждан Украины, которым на протяжении многих лет промывали мозги. А теперь тотально ахинеи, тотальный чушь. И они настолько растерянны, просто чтобы вы понимали, даже тех людей, которых освободили в Мариуполе из-под их заваленных домов, они выходили на свет и спрашивали, а вы нас там не будете расстреливать, а вы нас не будете пытать. Вы можете представить, насколько мариупольцев запугали эти люди. Хотя не знаю, можно ли их людьми назвать при этом. И не пытайтесь переубедить сегодня жителей Украины. Относитесь к ним, как просто больным людям, которых мы обязательно вылечим. Когда упадет вот этот информационный купол, и когда жители Украины узнают реальную, настоящую правду, поверьте, им самим будет очень стыдно за то, что они вам говорили. А еще я обращаюсь к жителям Украины. Я понимаю, как вам трудно. Я понимаю, что на вас сегодня давят со всех сторон. Вы для меня мои сограждане, мои братья, мои земляки. И я от вас никогда не откажусь. Потому что я действительно понимаю, насколько вам сейчас тяжело, и в какие сети вы попали. И все равно, даже несмотря на то, что вы мне сегодня говорите, многие из вас в личку мне пишут, что вы бы меня убили, я вас все равно люблю. Потому что вы для меня родные, вы для меня свои. Вы просто больные люди. И я не буду от вас требовать никакого раскаяния. Мне достаточно будет того, что вы узнаете правду. А дальше вы сами во всем разберетесь. И мы сегодня боремся за то, чтобы у вас была альтернатива. У вас было право выбора, а самое главное, право знать правду. Которое у вас отняли по итогу второго Майдана в 2014 году. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. Извините, что получилось немного эмоционально, но это действительно переходит все границы. А Дмитрию Гордону я хочу напомнить Казу Штрейхера. Он ведь тоже никого не убивал, ни над кем не издевался. Он просто информационно защищал тот режим, который уничтожил в Европе десятки миллионов человек. И за это он по приговору Нюрнбинского суда был повешен. На этом по этой теме пока все. До свидания. И следующий материал будет военная сводка.